Всем привет! С вами Аня Кафырина и вы на моем канале YouTube. В одном из предыдущих видео я рассказывала о том, что я начала тренироваться с инструктором, и инструктор попросил сдать меня разнообразные анализы, чтобы понять состояние моего здоровья и сделать максимально эффективные рекомендации по моим тренировкам и по питанию. Так вот, после первой недели выяснилось, что, во-первых, я сдала анализы, и у меня оказался повышенный кортизол. Об этом я уже рассказывала, но повторюсь. И кортизол – это гормон стресса, и инструктор тут же попросил меня, во-первых, принимать биологически активные добавки, которые снижают уровень кортизола. Часть из них я заказала на Айхербе, на Азоне, и жду пока, пока мне их привезут. И одну добавку я купила в индийском магазине неподалеку от моего места работы, и уже принимаю. Плюс к этому я стараюсь ложиться спать в 10, уже точно быть в кровати, и в полодиннадцатого уснуть, поэтому сплю по 7,5-8 часов, ну и в целом стараюсь уменьшать уровень стресса. Плюс инструктор, посмотрев, как я питаюсь, я каждый день записываю, что я ем и в каких количествах, прям взвешиваю еду, он попросил меня увеличить мой калораж. То есть если я год последний старалась уложиться в 1900-2000 калорий, то тут он мне сказал, тебе нужно немножко подрасслабить свой рацион питания, и не заморачиваться сильно на белках, жирах и углеводов, и увеличить свой калораж до 2350 калорий. И еще перестать заниматься. Я прям сильно испугалась, думаю, как же так, я сейчас, наверное, обратно поправлюсь, и весь тот лишний вес, который я сбрасывала год, вернется ко мне обратно. Для меня была, конечно, паника, я даже до сих пор рассказываю, мне такие мурашки по телу идут. Так вот, он говорит, ничего страшного, это прилипнет вода, ты очень быстро от нее избавишься, это будет не жир. Я говорю, ну ладно, хорошо, давай посмотрим. И на неделю я вот отказалась от тренировок, только ходила, старалась ходить не менее 15 тысяч шагов в день, это порядка 13 километров. Ну, ходить приходилось прям серьезно. То есть я и на работу ходила, хожу пешком, ну, очень много, то есть там до метро, от метро, или до автобуса, от автобуса пока доеду. По дороге обратно тоже у меня маршрут, я старалась убирать длины и выходить на одну станцию метро после моей, чтобы возвращаться домой. И плюс еще я в обед примерно минут 30-40 гуляю, потому что беру обед с собой, и оставшееся время, после того, как я покушаю, я еще прогуливаюсь. Таким образом мне удавалось выходить 15-20 тысяч шагов в день. И надо сказать, что добавила я колораж и ем больше. В основном я добавила углеводов, что не противоречит рекомендации у моего тренера. Он говорит, тебе надо прям совсем расслабить организм, чтобы он такой в состояние покоя вошел и не парился больше. И вес у меня не прибавился. Не прибавился, не убавился, то есть он так плавает где-то плюс-минус полкило, и, в общем, я чувствую себя с этим хорошо. И, в общем, следующую неделю я точно так же буду придерживаться колоража 2350, ходить, и, как сказал инструктор, если у тебя будет прям сильное желание потренироваться, можешь тренироваться, но лишь бы это было в кайф. Собственно, так я и буду делать, потому что погода сейчас прям суперсолнечная, суперклассная, и я хочу достать, привезти велосипед с дачи и уже открыть велосезон и кататься. Так что вот такой мой дневник тренировок с инструктором. Я надеюсь, это видео будет вам интересно и полезно. Если у вас есть какие-то мысли, то буду рада вашим комментариям под этим видео. С вами была Анна Кафырина. Всем хорошего дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok